Сегодня у нас 19 января 2020 год, вот мы пришли на реку Обь, сейчас скоро будет крестный ход здесь, крестный, он сейчас помолится, братья. Благодарим Тебя, Господи, еще за этот год, который Ты даровал в мире без воин, без катаклизмов. Благодарим, Господи, что еще приходят души сюда, к Тебе, Господи, в Храм Твой Святой, в Церковь Твою истинную, рождаются свыше. Благодарим Тебя, Господи, что и сейчас здесь есть люди, которым можно благовестить Слово Твое Святое. Помоги в этот раз встретить этот крестный ход, благословиться нам, митрополита, и чтобы люди с охотой брали Слово Твое Святое, которое Ты даруешь. Мир Вам, возьмите, с крещением Вас, Христовым, помоги, Господи. Аминь. Слава Тебе за все, Отец и Сын Святой Божий. Аминь. Будем считать, что почин хороший. Так, становимся, сейчас пойдет крестный ход. Вы разбирайте Евангелие, и кому сможете, и кому сможете, раздавайте, вы постраняйте. Это, визитки у всех есть? Визитки у всех есть? А вообще визитки есть? Если тут кто-то не берет, вот визитки надо их давать. Если кто-то не берет. Только не забывайте, если кто-то не взял, возьмите тогда нашу визитку. Ну, это в основном молодежь тоже. Да, в основном молодежь. А ты стой, смотри, вот, рядом Сергей Павлович. Они пойдут вон, с той стороны, по Ленинскому пойдут. Просто подаешь Евангелие, то есть, Евангелие, в классном. На коробку что-то валяете, коробка идет. Она пустая оказалась уже. А где Новые Заветы? Не взяли их. Володя, а где Новые Заветы? Не взял я. Взял ты? Не, не, не. Я даже не подумал о них, чтобы... Я спрашивал Новые Заветы. Не знаю. Мы же договорились, что будут фотографии, снимки будут у нас. А, ну да. Ну, придется сейчас встретим новый крестный ход и придется ехать один. Да можно сразу поехать, я сейчас кому-нибудь отдам, пускай Сергей заснимет. Ну, давай пока там. Не, давай кому-то встретим и потом поедем. Все равно тут еще. Вот стоят на рост, ждут крестный ход. У тебя рюкзак есть? Нет, нет. Уже все решает. Да, и банки не могут. Держи. Не, не, не. Я, не, быстро это. Лучше вот этот, крупный шрифт пожилым. Пожилым крупный шрифт. Потому что, действительно, сейчас все будет. Открыто все, все такие стоят. Все, они будут стоят. Все стоят. Все стоят. Ну, все, слава богу. Это у нас тут речной вокзал рядом. Нет, то есть, если что, у меня в рюкзаке, в Евангелии есть. Хорошо. Так что, обращайся. Ну, что понял. Мастер подременок. Афигеть себе. Так, все. Мастер подременок. Молодя, ты можешь Сергею отдать, а где Женя? Вон она беседует уже, вон она с сумкой стоит, я и в прошлый раз у меня как-то, я у вас брал даже книгу какую-то, им не давали, да? Второй раз в Евангелии, да, я вас в Евангелии я у вас брал, я вас вижу здесь, да, иногда, каждое крещение я вас здесь вижу. Ну вот видите, скоро, значит, дорога в наше все ближе и ближе станет, да, получается, ну, вам в любом случае, вам Господь открывает, вам открывает слово и людей уже посылает, то есть второй раз уже с нами общаетесь. Я сам недавно, в общем, получается, два месяца уже, вот так пришел через интернет, через именно через визитку, вот, которая вот сейчас вот здесь уже пришлась, через сайт открытым оком. Ну и в прошедшем году, вот, мне молодой человек, я вас помню, вы вот здесь вот стояли и раздавали нам вот эти вот... Ну вы прочли, что вам раздавали? Ну, я считаю, конечно. Считаю, обязательно, приобщаюсь, приобщаюсь, считаю по мере возможности, но себя, так сказать, не напрягаю, я только по желанию. Ну, слава, ну, хоть так, как и уже идет, да, просто человек рассказывает, что спас Господь, возьмите, пожалуйста, скрещение вас. Напряжение, я считаю, что это лишнее, надо, чтобы было все с радостью, пришел в храм, с радостью. С радостью, с любовью, да. Конечно, вышел с радостью, а так зачем тебя напрягать, так сказать, насильно. Вы со мной согласны? Ну, нет, нам батюшка советует, говорит, нужно себя заставлять. Иногда ребенка что-то неохота делать, но мы же его заставляем, так и Бог, нас бывает, что, ну, есть слово хочу, а есть слово надо. Надо вставать, молиться, надо в храм идти, надо. Вполне может быть. Надо, а так. В прошедшее крещение я с вами еще советовался, говорю, вот я все могу, а курить бросить не могу. А вы мне посоветовали. Ага. По 50 или по 100 наклонов, если ты закуришь, делай 50 наклонов, тогда сразу у тебя желание просоветит. Что, получилось? То есть, может быть, и правильно, что надо себя заставлять, действительно. Да, да, да. Но вы попробовали, вняли моего совета? Я совет принял к сведению. Ну, а внять я не совсем как бы внял, потому что... Ну, я знаю, что надо это делать, надо от этого, конечно, отходить. В первую очередь, на первом месте это стоит, даже против собственного здоровья, ради чего мы живем, ради детей. Да, ради детей тоже неправильно. Мы живем ради Господа. Ну, да. Стараемся ему угодить. А самоубийство есть страшный грех, курение, оно есть самоубийство. Мы грешим против Бога, и нужно покаяться просто в этом искренне. Конечно, конечно. Ну, видите, у вас такие понятия, а у нас большинство такие понятия. Да, они чуть-чуть подиспорчены Советским Союзом. Ну, может быть, конечно, согласен, согласен. Три поколения, представляете, убивали веру. Да, получается, что Бога нет, да. И столько храмов разрушили, столько церквей, столько... Ой, ну, все, все, все погубили. И причем уже в тем начале, когда революция. Возьмите, пожалуйста, с крещением. Ну, вот, смотрите, ситуация такая, что до 17-го года людям практически не надо было говорить ничего о Боге отристи. Они знали. То есть не надо было им сказать, что мы веры. Потому что знали в большинстве случаев из семьи, из традиций. Знали, что Господь есть. Спасибо. А потом с приходом вот этого всего. С трех поколений просто вытравили. И слово Бог, и вера в него. Да. И сейчас трудно человеку, даже вот у меня, папа, допустим, а с 50-го года ему сложно вообще осознать это. Потому что вот он всю свою жизнь прожил в том... Осознать и убедить. Да, в том, получается, старое... Сложно было перейти. Мы же не верили ни во что. Нас эту веру, как сказать, убрали, угнали. Ну, у дедов-то, конечно, она осталась. И иконы, и все, все, все осталось. Ну, а у нас, у молодых, все это действительно внушали, и коммунисты внушали, что все это опиум для народа, как пошло с Ленина, религия, это опиум для народа. И пошло, и поехало. Ну, и что в итоге? Отобрали веру, доброту. Все отобрали. Было так. Отобрали, да. Самое главное, веру-то отобрали. Отобрали Бога. И это все искажение сейчас мы пытаемся вылечить и вывести. Ну, уже и много сделано, поэтому, вот именно по этому вопросу. А сколько сейчас восстановлено и построено новый храм? Очень большое количество. И люди тянутся, и молодежь, я вот смотрю на молодежь, спрашиваю, вы в храм ходите? Да, мы в храм ходим. Молодцы, я рад за вас. И вот так вот. И они становятся чище. Чище, добрее, счастливее. Вот и я иногда сожалею о том, что Господь. Господь, ну как же так, как же так, все могли разрушить, как же так нас отлучили. Иногда сожалею, хотя говорят, что Господь у Петти никогда не к Господь. Никогда не к Господь. Но мы когда уже стали, когда уже много слишком грешили, с праздником пришли. Проделись во время, так сказать, вот этой эпохи. Про гоммунизм. Поэтому мы немножко сожалеем о том, надо было раньше. Лично я сожалею, я не знаю, как кто. Все поправим, все поправим. Главное, истину. Взять в свои руки. Слово Божие взять в устал свои и направить ноги в нужном направлении, то есть в Бог, в Царство Небесное. И пытаться об этом, как можно большему количеству людей рассказать. Потому что Господь сказал, иди и проповедуй. Да. Иди и проповедуй. А мы молчим. Я вот сам чище стал, доброжелательнее стал. А мы молчим. Ну, вы на себе испытали, потому что я думаю, вас сам больше. А мы все приходим. Он сказал, придите ко мне, тружечки, нуждающие. Я успокую вас. Представляете? Мы же все со своими грехами. Вот я считаю, сколько вообще времени. Блудил, пил, курил, все глухие, грехи сорвал. Но Господь в один прекрасный момент сказал, так, хватит. Ураз. И все, и совсем другой человек стал. Я не жалею даже в этом. Конечно, жалею о том, что раньше бы чуть-чуть надо было. Да, вот и я о чем сажалил. И я о чем сажалил. Что надо было ворачу немножко. Значит, время свое вот это достаточное надо использовать в двойне и втройне. То есть, нагонять. Вот как мы дьяволу послужили, теперь послужите вот так же Богу. Пожалуй, так. С вами этого согласен. Вот видите, у нас уже как минимум дисплое. Поэтому смотрите, там посмотрите, откройте и обязательно зайдите на канал, если у вас есть возможность. Есть, есть возможность. А там уже дальше, может быть, уже через год вы будете уже вместе с нами здесь. Давайте, да. Слово Боже. Ну, как получится. Получится, все получится. Надо только в это верить и все веровать. Все, и мы, я думаю, что наши ряды увеличатся и Господь на ниде возрадуется. Да. Нашему. Апостолы были такие же люди, как и мы. Простые рыбаки, простые охотники. Да. Кто-то жил, говорит, обувь. Простые люди были. Богу уводили. На небесах сейчас ликуют. А что-то крестный ход задерживает. Ну, вот. Пальчик. Да лучше одно Новый Завет или Евангелие, потому что у нас не хватит. У нас не хватит. Если все, да. Пару стихов почитать, и в пророке нам может не прийти. А без объекта нельзя. Ого, подойдет. Это с Псалтырию, да? Нет. Там нет без Псалтырия. Просто Новый Завет. Просто Новый Завет. Четыре апостола. Да, да, да. Почему? Полностью Новый Завет. Начиная с Евангелиста и заканчивая книгой Откровения. Да, да. Это полный Новый Завет. Нестор, аккуратней. Ты что? Аккуратней. Распокойтесь. Все, они идут вон. Все, идут вон. Крестный ход. Отходите из сторон. Все, вот так вот вставай. С этой стороны. А, вот здесь пойдут? Да, да, да. Они здесь. Ну вот, мужчина, второй год уже вон, скушают. Брат, подержи. Минька, я перчатку одену. Никакой детей. Все столько. Если нет. Да. Нет. А красный у тебя уже все закончились тоже, да? Красных у меня осталось 6 штук. Надо просто этим, пожилым, красный давать. Это мелкий шрифт. Ну, спроси. Скажи, вот крупный есть шрифт. Ну, ладно, сейчас. Ну, давай. Все, отходим в сторону. Отойдите в сторону. Фрося, отойди. Ты чего встал вот это? Енафор? Это перчатка. Розенка. Розенка. Вот там, праздник. Счезар тоже был последний. Розенка. Счезар. Дадим-то минут. Ой. Ой. Здравствуйте, я смотрю ваш канал, удалось вас лично увидеть. Здравствуйте, как поживаете? Да, слава Богу, с Божьей помощью. Все у вас, слава Богу? Да. Ну и слава Богу, до свидания. До свидания. Дети не теряются. Дети не теряются. Дети не теряются. Дети не теряются. Да? Угу. Полюбались так. Все, пошли теперь сюда. Так это, Нестор, сбегай, возьми, вот этот пакет с собой возьми, я тебе отдай Ивану здесь. Хорошо, я считаю. Иди Игорь, вон там, у него машина, вон там стоит, вон там, увидишь, мимо его. Ооо. Он там уже должен Новый Завет и с визитками. Тащи все там. Ну все, сейчас можно везде ходить, раздавать. Да, везде. Идемте. Вот они сейчас пошли на речку, там прорыв специально сделан. Там уже идут целая какая-то толпа. Ну все, сейчас проверяем. Оооvre. Субтитры делал DimaTorzok Наши идут там? Нет, наверное, я мытья Основной народ прошел, сейчас подъезжают на троллейбусы, на автобусы будут подъезжать Здесь будут раздавать Сестры уже раздали все Давай, Неста, твоя будет награда Разши Возьми у него часть, чтобы раздавать сразу Только это? Не раздать Я тебе именно спрашиваю, что будут, нет, а не считай, что Берите, берите У меня пакет может порваться Давай сюда Всего 90 штук Всего-то лишь Ну, для такого мероприятия маловато, конечно Да Один год три тысячи, говорят, раздали Ого-го-го Слово это не произноси Ого-го-го Держит Ого-го-себе Три тысячи с лишним Я бы столько не раздал За один день Он просит бежить быстрее Яка птица летит Давай, берите Быстрее Сейчас здесь Сережу еще немножко принесу Я все основное Я основное забрал Что, уже руки замерзнут? Нет? Есть немного А у меня нет У меня перчатки толстые Держу Не уронила Уронила Быстрее поднимай место Аккуратнее Отряси только Отряси Брат Сергей раздает тоже Вон бабушка идет С праздником вас С праздником вас И трости И блата Там будет путь чист И путь святых наречится И не мимоидит там И не чист Ниже будет там Путь не чистый И рассеяние же Пойдут по нему И не забудят И не будет там У льва Ниже зверей лютых Взыдет мань Ниже обрящатся там Но пойдут по нему Избавлены И собрани от Господа И обратятся И придут Все он С весельем И радостью И веселье вечное Над главою их Хвала и радование И веселье Постигнет их Над бюже болезнь Печаль И воздыхание Распустите И не мудрость Пророчество И сайно Чтение Так уговорит Господь Жаждущий На воду И детей И лиц И не войти Сребром Шедше Купите И едите И пейте Без сребра И цены Виной И тук Скульцините Сребра Небо хлеб И труд Небо святост Послушайте Меня И снести Благая И насладиться Во благе